Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 8 марта. Преподобный Лазарь Мурманский. Был грех по национальности, родом из Константинополя. В своем родном городе он принял иночество в Высокогорском монастыре от старца Афанасия Дискота, строителя многих обителей. Затем преподобный в 8 лет находился под руководством кесарийского епископа Василия. В 1343 году епископ Василий, желая укрепиться духовным благословением Русской Церкви, отправил преподобного Лазаря, как знатока иконописи, с иконами и дарами к новгородскому святителю Василию. Преподобный Лазарь должен был сделать для кесарийской епархии список с великой новгородской святыней, иконы Софии, премудрости Божией, и составить описание новгородских церквей и монастырей. Встретив преподобного, новгородский святитель до земли поклонился гостю и благословил его остаться в устроенном им монастыре. 10 лет верно служил преподобный Лазарь святителю Василию, а в 1352 году, после кончины святого архипасторя, он своими руками одел в готовое одеяние святое тело и много пролил слез. А печальный тем, что лишился он теперь обоих своих наставников, о кончине кесарийского епископа, преподобный узнал ранее по письмам. Преподобный Лазарь думал возвратиться на родину, но вскоре во сне ему явился святитель новгородский и указал идти в северную сторону, к морю, к острову Муч на озере Онейго, в Мурманский остров на Невском озере. А в скором времени его первый наставник, епископ Кесарийский, во сне повелел ему идти на то же место и основать обитель. По летописям известно, что в то время новгородцы предпринимали первые попытки обратить христианскую веру народа, населявшее по морю. Но не сразу мог попасть в святой Лазарь в те земли. Владелец остров, новгородский посадник Иван, долго не уступал его. Усердно молился преподобный Пречистой Богородицы святому Иоанну Престечи и плакал у гроба святителя Василия. И упорство землевладельца было сломлено. Однажды сам святитель Василий явился ему в грозном виде и приказал отдать остров другу нашему Лазарю, ибо там прославится имя Матери Божией. Прибыл святой Лазарь один на благословенное место. Поставил крест, хижину и малую храмину, часовню. Вскоре о нем прослышали жившие у озера Лопари и Чудь, и много страданий пришлось ему претерпеть от них. Они спалили его хижину, вредили, чем могли, не разбили его, гнали с острова, преследовали, чтобы убить. Но Бог и Царица Небесная охраняли своего угодника. На месте сожженной хижины преподобному Лазарю явилась чудом усылевшая от огня икона Успения Пресвятой Богородицы, которой его благословили при постриге. И глаз повелительный был от нее. «Неверные люди станут верными, будет единая церковь и единое стадо Христово». «Поставил на всем месте церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы». В другой раз видел святой, как это же место благословила жена, святолепная, сияющая золотом, и благообразные мужи поклонились ей. А вскоре к преподобному пришел сам старейшина Лопарей и просил исцелиться порожденного ребенка. «Тогда мы уйдем с острова, как приказывают твои слуги». Понял преподобный Лазарь, что это ангелы небесные, и возблагодарил Господа. Он исцелил слепого ребенка, прочитав над ним молитвы и окропив святой водой. После этого злые люди покинули остров, а отец исцеленного впоследствии стал монахом, и все сыновья его крестились. С тех пор к преподобному стали приходить многие из дальних мест. Он их крестил, посерегал выночество. Пришли к нему и его соотечественники из Константинополя, святые Иноки и Леозар, Ельмении и Назарий, будущие основатели Престеченского монастыря в Олоневском крае. Побывав в Новгороде, святой Лазарь получил от епископа Моисея 1352-60 г. Благословения на устроение монастыря, антиминсы, священные сосуды. Были построены церковь в честь Успения Престеченского монастыря, первой во всем поморе и церковь воскрешения Лазаря, а также деревянная церковь святого Иоанна Престечи с трапезной. До глубокой старости устроял и укреплял Мурманский Успенский монастырь его ревностный настоятель преподобный Лазарь. Время Константинополя было открыто ему в видении, его верным покровителем, святителем Василием Новгородским. Выброс братья и достойного преемника себе афонского старца Феодосия, причастивших святых животворящих тайны, благослови всех, святой Лазарь отошел ко Господу 8 марта 1391 года в возрасте 105 лет. Погребли его в честловне рядом с церковью в честь Успения Престеченской Богородицы. Житие святого было записано старцем Феодосием со слов самого преподобного. В середине 15 века в обители преподобного Лазаря Мурманского игуменом был преподобный Афанасий. После кончины тело подвижника было погребено в особой часовне, где хранились вериги святого, свидетельство его подвигов. Почитание этого угодника идет из древля. Во второй половине 17 века игумена Афанасия называли преподобным чудотворцем, известный тропарь и кондак святому. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.